так понятно это мы короче посмотрели ну что ж наконец-то мы добрались до этого кто мэдди мурк а все понял так здрасте дорогая публика вот откликаясь на требование провести совместность трим сват админом вот мы проводим не стрима просто записываем студии на чувак с никнеймом лол заказал рашен youtube пуп можно мы не будем его смотреть а посмотрим все таки вот админ из бояршина как-то привычный честно говоря единственное что что вы тут не имеете возможности в этом как это называется в чате писать всякие матерные слова или там свои восторги неумеренные но вы можете в комментариях излагать а так вот поговоримся и поговорим так не ну как бы можно мы можно ёрничать на тему матерных слов в чате но серьезно ну борис сергеевич посчитайте сколько у вас доход с одного видео и сколько у вас же доход с одного стрима ну типа серегнул ну вот ночь как дорогой марго сделай видео пошире нельзя на ю тубе есть правило все начнем с политики науки экономики ради бога ну чё спали пари давайте раз у вас название такой вот админ ну придется видимо да вот любимый тема с вашей любимой темы да значит выяснить что вы не либертарианец и не либерал но не либертарианец точно либертарианцы это люди которые вообще это такой зонтичный термин под который подпадает в общем все подряд часть либертарианцев это минорхисты то есть просто люди которые хотят минимального участия государства в жизни часть это анархисты которые считают что государства в любом виде есть зло и от него нужно избавиться термин зонтичный термин неопределенный например самый известный американский либертарианец сейчас наверное это тиль один из самых крупных венчурных предпринимателей питер тиль матери один из создателей фейсбука создатель интернет-банкинга не фейсбука paypal а сейчас он палантиром занимается и вот его компания палантир например работает на государстве когда у него спрашивают как вы либертарианец можете руководить компанией которая работает в основном на государство на но на оборонку она работает насколько я понимаю заказана она занимается data science они разрабатывают программы для пентагона для пограничной службы и так дальше то есть обработка данных там моделирование например поля сражения и так дальше или скажем там с полицией они работают очень активно пытаются прогнозировать значит преступление ну и так дальше он говорит что в этом не видит никакого противоречия государства должно быть и он хочет сделать его более эффективным для некоторых либертарианцев это недопустимо некоторые вообще считают что любое сотрудничество с государством ну если не совсем недопустимо то по крайней мере крайне нежелательно то есть и такой зонтичный ну как как урки коры термин который наверное ближе всего если как-то пытаться его стандартную систему координат вести ближе всего наверное все-таки к анархизм я не смотрел это видео специально чтобы на стриме посмотреть потому что но понятно что его закажут тем более с новой расценкой наверное хотя многие либертарианцы не согласятся но тем не менее все таки если чем-то пытаться его мыстаки то касается либерализма то надо понимать что сегодня термин либерализм и либерал он имеет очень мало общего с тем значением который ему придавался веке 18 до и в 19 тоже а кто такой сегодня американский либерал это человек который требует повышение государственных расходов до максимального ну тоже довольно условно тем не менее который выступает с позиции патернализма государство должно значит организовать всем значит туалеты для всех гендеров я не знаю государство должно вести гей-браки и заставить всех обслуживать на ну известная история взяла с тортом она когда история стартом я поясню это не про видео мэдисона сейчас речь это история когда два гея заказали в пекарне заказали свадебный торт с двумя мужиками на верхушке вот и в пекарне им сказали у нас христианская пекарня мы не делаем гей-торты вот такие дела если вам слишком тихо то давайте на китокадзе сделает меня потише а вы все колонки колонки выкрутить до полного уедения пекарь один провинциальный в америке отказывался печь торт для гей свадьбы и в итоге засудили а вот это вот сегодня американский либерализм ты должен ты должен выполнять предписание государства вот сегодня либерализм как ни странно в той же америке да это идеология партии демократов которые выступают за повышение налогов за увеличение социальных расходов сегодня точно близко к социализму что что там это чуть-чуть у тебя микрофон включен на китокадзе я думал сказать что-то хочет они европейскому социал-демократии они слились в едином это принципе растет еще со времен фридерга энгельса 2 его интернационала вот это вот она партии 2 интернационала ну как известно марксизма есть три источника и три составные части и три составные части да и одна из них это английский либерализм смит рикардо они называли это английский классический политик классическая политэкономия да ну хорошо но она меня не я не спорю понятно что там там где адам смит там же рядом и фергюсон который если адам смит это экономический теоретик либерализма до шотландского то фергюсон такой политический не знаю даже моральный может быть идеолог да ну фергюсон шотландская фамилия тоже есть классический либерализм тот либерализм который понимался в 19 веке да как его иногда называют классический либерализм духе шотландского просвещения вообще такая удивительная штука что почему-то вот восемнадцатом веке на какое-то время главным источником так миру кай заказал видео что такое искусство аристотель и инстаграм добавляем его очередь новых идеологий новых идей почему-то стала шотландия вот какой-то момент эдинбург да вдруг превратился вроде бы отсталая там горная страна не ну или борс это столице британской медицины но сейчас да это а это было одна из это долгое время была одна из вообще столица европейской принципе науки эдинбург то есть всякие вот штуки про вскрытие трупов там даже какое-то время там просто как в какой-то момент вот такое явление как анатомический театр когда трупы публично вскрывают оно достигло такой популярности что образовался черный рынок трупов то есть люди подкупали могильщиков выкрадывали трупы и продавали значит ученым лдунам ученым значит чтобы те эксперименты на них ставили то что просто спрос был такой был даже случай когда два человека специально стали душить людей просто они душили нахуй подушкой и продавали труп в итоге в университет если наваривались про это потом еще комедийный фильм сняли даже два комедийных фильма по моему оба называются и книжка была написана но это реальный это реальный исторический случай у меня бля хром завис на какое-то время главным источником новых идеологий новых идей почему-то стала шотландия вот в какой-то момент эдинбург да вдруг превратился вроде бы отсталая там горная страна не новую родинбург это столице британской медицины но сейчас да и тогда но в девятнадцатом веке это было столице в девятнадцатом веке да а как бы в семнадцатом веке например что такое шотландия мягко говоря отсталая ну их только-только завоевывают они только-только завоевывать нам просто ну ты выведи вебку на экран на самом деле у нее она реально существовала уже по сути дела в общем ладно мы сейчас уйдем куда-то и добил это дело по моему этот вот революцию когда условно революция да но после этого уже формально у нее было в 1700 дай бог памяти седьмом году когда формально уже была создана великобритания вместо у нее личной англии шотландии да уже формально единое государство с единым парламентом и все прочим вот но так то конечно со времен стертов до якого стерта это уже что случилось в этот момент но я понял все нормально да закажи нормально про продавайте алюминию алюминий на нового года это неважно это в общем все слишком второстепенно вот но довольно удивительно что шотландия в какой-то момент превратилась кстати даже не только в политических науках какой-то момент шотландия превратилась в один из центров например математики на то есть если посмотреть что маклорина конечно конечно если посмотреть что сделано было восемнадцатом веке в математике как ни странно там есть франция чуть-чуть шотландия и значит там бегает эйлер еще как бы такой самоцвет такой да а кстати говоря в шотландии с францией по-моему были как так вот очень да конечно связи потому что они оба были противниками франции это по этой же причине между прочим в османской империи какое-то время официальным языком судопроизводства было французский да что то потому что франции османской империи были союзник а как же не судили свои турки между собой когда они были союзниками поскольку их общим противником были гавсбурги вот и какое-то время ну каким таким лингва франка османской империи был французский ну хотя понятно что османская империя была всегда таким не очень хорошо организованным государством там все было довольно анархично тоже устроено вот но это интересно по моему кстати говоря этот самый сейчас скажу вот чем сильнее тянешь тем сильнее растягивается как это закон ой да боже мой да как же это вот вылетел из головы то он только сад был шотландец по моему их гук гук о госпитал гук он и немножко палеонтолог и немножко не лагает но его съел ньют от него даже портрета не осталось ну да ну просто само по себе это удивительно что вдруг шотландия превращается да а вот по поводу у украины вы ведь явный не сторонник так сказать того что у украина есть богатое будущее да с украинцами категорически не соглашается я пока вот перед нашей передачей здесь записи от вас только аргумент такой что у них очень плохие условия так сказать вот демографический во-первых низкая рождаемость во-вторых большое большая миграция конечно у них огромные темпы оттока населения да если посмотреть среди тех украинцев которые вообще работают примерно четверть либо временно либо постоянно работает за границей но точно напоминает ирландию тогдашних времен 19 да ну да но тем не менее в ирландии все таки ради кстати население до сих пор ниже чем до великого картофельного голода 1948 года да но тем не менее в ирландии то все равно сохранялась рождаемость там 78 детей на женщину католики католики даже не дело в том что у католики просто отсталая страна в протестантских странах тоже в определенное время такая же высокая рождаемость у тех же самых буров которых англичане завоевывали у них там как в этой песенке значит один мой сын седой старик 2 значит забыл песенка в общем о чем тоскуешь в общем один его сын седой старик до старый бур а другой значит молодой парень как бы то есть более менее можно представить сколько у него всего 10 хотя это были такие не просто протестанты а супер вот так что что касается украины ну слушайте надо понимать что просто украинский по душевой ввп примерно в два с половиной раза ниже чем белоруссия примерно в трое ниже чем россии россия по мировым меркам средняя страна по европейским бедным опять же чем сравнивать и когда у вас между там скажем какой-нибудь львовской областью и австрии пролегает буквально несколько там три-четыре часа езды не разница в подышевом ввп между западной украины этой самой австрии составляет не разы а буквально там больше порядка то есть больше десяти раз но надеяться в этих условиях на какое-то будущее с их рождаемостью в общем наверное не очень разумно россии конечно эти проблемы тоже есть равно как и белоруссия очень ярко эти проблемы видны например в прибалтике но прибалтика просто изначально все хорошо поэтому отток населения в общем они понемножку исчезают но как-то их это не особо волнует латвицей латышей вот латвицей латышей литовцев и столь но и солнце кстати говоря в эстонии сейчас более-менее стабилизировалась население они смогли в общем создать настолько эффективное государство у них вот программа электронного государства и всего остального эффективные канал они в общем смогли более-менее стабилизировать население в общем эстония как-то смогла стабилизироваться да заткнись ты превращается в такое пустое пространство то есть выезжают они там рига полупустая просто люди очень любят сейчас туристы очень любят ригу потому что город я где-то видел модерновых строений да вот которые относятся к эпохе модерна в риге больше чем любом другом городе мира и при этом город полупустой ну то есть замечательно для туристов замечательно для страны действительно хорошо как будто мол как будто на московскую олимпиаду приехал за тоже никого не было тогда тогда меня тогда тоже москве не был лучше туда не есть вот на нашей памяти была только одна олимпиада акаштовская нет нашей памяти была еще ваша была сочинская и на нашей памяти был мундиаль ну и вообще сочинская олимпиада это примерно так же смешно как так сказать кроссовки на высоких углоках но кстати говоря все таки в защиту зимняя олимпиада сочинская в защиту сочи правда и красную поляну сделали очень красиво ну не ну наверное но такие зимние олимпиады в сочи это вот как-то так ну ну звучит как анекдот если восьмидесятых годах его но это как звучит про шутка чутка там 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 красиво там на самом деле когда приезжаешь скажем вот этот роза хутор там вот прям такой вот швейцарская такая деревенька вот прям прям чувствуется такой подъемники вот там жил когда-то туда депортировали эстонцев вот и там жил вот в этом месте какой-то эстонец по фамилии роза не знаю что уж на эстонском знает роза с тех пор как бы вот это место и называется роза хутор ну и вот так оставили красиво роза хутор а вот ну там 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 красиво правда сделали все эти дороги конечно впечатляют конечно все эти тоннели огромные другое дело что у конец когда думаешь сколько это стоило довольно печально становится но и мундиаль тоже обошелся я не знаю мне например то есть тот редкий случай когда даже на стриме мне просто интересно смотреть видео то есть дальше придавишь меня особо прокомментировать нечего про заебись и мне похуй что она больше часа идет я я бы 2 и 3 посмотрел а вот я думал все для мундиале строит этот как он называется стадион динамо оказал что устроить там торгового центра внизу самая блять чё на стриме происходило только что чё там что так что было блять ладно что в краснодаре построили самый лучший стадион в россии и самый лучший парк россии я там был там парк построил местный бизнесмен галецкий владелец сети магнит ну там сеть магнит она из краснодара пошла там потрясающий парк там огромное количество воды там какие-то бесконечные площадки для детей тоже с воду потому что в краснодаре летом там плюс 40 даже для южных людей в общем то жутко когда приезжают северяне за последние 7 лет краснодаре население выросло примерно 70 процентов представляете да и в основном хорошее место ну да и людей за север и конечно там для северных людей вот это жуткая жара на что-то непереносимое да они к такому не готовы вот этот парк он просто полностью весь построен на том что везде зелень кот так секунду андрей добрый 200 рублей попробовал заказать лекцию про педофилиста dex не буду смотреть это баян ебучий его блять постил я сармат звонов блять все постили все же комментировать ты блять супу которая прикрывает и везде вода вот и очень хорошо все сделано то есть везде какие-то тени везде можно значит да ну в общем короче говоря сделано очень круто да и в общем в краснодаре не проводили проводили где-то волгограде полуразбитом город наверное один из самых печальных вообще волгоград саратов и омск это вот такие самые наши депрессивные города самара бля я думал это маргинал реально заорал даже не удивился это казань вообще замечает красноярск очень хорошо ну новосибирск там плюс на екатеринбург вообще такой чикаго наш в этом красноярске понятно там норники и где торник или она мне казалось что саратов такой очень очень плохо когда ты очень было практически разваливается город буквально вот просто гниет прямо вот ну очень жалко потому что когда ты это был вообще это не третий город российской империи на как бы ключевой центр по волжи и всего остального сейчас просто очень и у когда приезжаешь саратов очень выглядела фраза из горя тома чудной саратов глушь в деревне такой вообще там было мы и был академический цель оборонных производств конечно и авиация и самара была главным таким авиационным центром тем не менее в саратове тоже там было до электронное производство там было все все там на месте авиационного завода стоит торговый центр то есть не то что не завод обанкротится его уже снесли давно и на его месте уже стоит там построены 10 лет назад торговый центр ничего даже воспоминания осталось вот все очень плохо саратов волгограду а есть наоборот городский рынок помню это какой было чудо кстати вот а есть города которые наоборот очень хорошо выглядят там тот же самый казань неплохо выглядит например екатеринбург как я говорил такой очень бы динамичную тиме понятно там много нефти белгород вот ростов краснодар ну вот южные города алистер кроули 100 рублей сижу слушаю стрим работы и тут маргинал как закричит из хуя заткнись ты блять я уж дыхал ты в шоу и вступил ну я вступил нет никак не связь еще у нас такого хорошего воронеж воронеж например неплохой дом взять авиации там и космическое что-то делаю да ну понятно вот сюда есть города которые вообще просто там уже но это очень рискованно это двин прекрасно момент по перестанут поступать заказы на космос перестанут поступать не ну просто воронеж слишком большой город чтобы жить только на авиации там нет он большой город действительно воронеж это все-таки столицы земля даже а вот все-таки возвращаясь к украине а у нее политическое будущее есть ну я не знаю знаете я на это будущее как самостоятельной страны на чем дело я на счет очень люблю рассказывать свою любимую такую присказку так она наверное уже многим надоело но вот смотрите вот давайте посмотрим как выглядит мир в 1900 году вот у нас есть четыре столицы петербург берлин лондон и вашингтон париж он там уже париж значит франция находится фактически под контролем но не под контролем но очень сильной зависимости от россии значит ее там суверенитет зависит от военного союза с российской империи потому что если этот союз прекратится то францию раздавят немцы мгновенно в общем там ладно в общем париж где там на пятом месте и вот в шоке в культурном то отношении культурном отношении до сих пор вот италия до сих пор культурном отношении говорим это опять значит этих столиц правят мир а 4 плюс 1 и все больше ничего не до японцев там значит в переписке немецкого козера и русского императора это называют обезьян то есть ну их вообще не воспринимают расизм такой это тот же самый россиян был англичан и французы правда расизм до это в общем у всех россии да значит вот четыре такие столицы давно оператор за это поплатился ну я думаю не за это поплатил снова проигравши там не когда к противника относится так вот пренебрежительно она это может окончать всегда поражение ну вот прокручиваем значит колесико на 20 лет вперед и что мы видим германской империи нет российский империй нет китайский перенет автро венгерской и империи нет османский перенет франция которая была там задавлена немцами которые постоянно боялась что и сейчас просто раздавят превратила самую сильную европейскую державу она контролирует почти всю кантинальную европу для соединенные штаты которые вообще никто не рассматривал всерьез 20 лет назад превратили самую сильную морскую державу они теперь вместе с великобритании решают судьбу мира. Прокручиваем на 20 лет вперед. Что мы видим? Франции вообще никакой нету, и от нее ничего не осталось. Как писали в большой советской энциклопедии, Польша устаревшее понятие. В 40-м году была такая статья. Да, Великобритания, которая еще совсем недавно была триумфатором, сидит у себя на островах и отбивает атаки Люфтваффе. Огромная Германия, огромный Советский Союз. На 20 лет назад они там находились в разрухе. Теперь это две главные военные державы мира. Соединенные Штаты, которые 20 лет назад были абсолютно мировым экономическим лидером, до сих пор продолжают жить в Великой Депрессии. До сих пор из нее не вышли, до сих пор с ней борются. Кстати, при всем при этом, я так вот вложу сюда свои копеек. Советский Союз огромная и важная держава, но население-то живет даже хуже, чем в бедствующей Америке. Нет, не просто хуже. Население в 40-м году жило хуже, чем в 13-м. Сейчас есть хорошие оценки. Население жило в 40-м хуже, чем в 13-м. Гораздо хуже, да. И седой было очень плохо. Хуже, чем в 28-м. Я что, конечно, сказал? Ладно, все-таки царское, а это в 20-м. По этому поводу есть всегда замечательная история, да. «Гроздья гнева», знаменитая книжка, да. Там рассказывается о чудовищных условиях жизни американских фермеров. Американские фермеры продают свою фербу и покупают грузовик. Для колхозника, да, в 30-е годы в Советском Союзе купить грузовик, ну, с таким же успехом можно было полететь на Луну, там, я не знаю, или купить, там, не знаю, дом в Париже. Ну, вот это примерно то же самое, да. Примерно тех же самых масштабов приобретения, да. А я смотрел документальный фильм «Окно в Париж», там, это проблема была. Бля, ладно. Ладно, а не птико, идем дальше. А там такие нищие, значит, фермеры, ветром гонимые, солнцем палимые, покупают грузовик и едут на этом грузовике в Калифорнию. Отлично. Это для сегодняшней России как-то кажется. Наши вот эти вот, Ильфы Петров, путешествуют, пробка, что такое? А это безработные приехали на работу, вот, строить дорогу, и вот они запарковали свои машины. Поэтому тут пробка, извините, пожалуйста. Тут вот они, плодут асфальт, а вот тут машина. Проехать немать. Да, вот так вот. Значит, вот этот сороковый год. Прокручиваем на 20 лет вперед. Кроме того, сороковый год, что это такое? Великая Японская империя, которая скушала, там, ну, если не весь, то половину, по крайней мере, Китая, на которой планируется. Корея, конечно, да, с десятого года уже, окончательная оккупация Кореи, там, Тайвань, там, ой, чего там только нету? Японская империя, половина Сахалина. Да, курил. Вот. Убер-разумист в чате ее родствует. Да, охуенно, Окно в Париж вся Россия смотрела. В Российской Федерации больше людей видела фильм, видела и помнит фильм Окно в Париж, чем говорят на английском языке. Можете скринниться и цитировать. Это моя официальная позиция. Вот, значит, прокручиваем на 20 лет вперед. Что мы видим? Никакой Германии нету. На месте Германии там фактически оккупационные зоны, которые только формально превращены совсем недавно в какие-то протогосударства. А Италия, которая планировала 20 лет назад завоевать там все Средиземное море, построить новую Римскую империю, там тоже находится под оккупацией фактически. А Советский Союз, который в 42-м году, там, казалось, его сейчас уже раздавят. Оккупации Италии не было. Ну, как бы сказать, разменяли американцы. А если заказать англичанина, который по миру путешествует, он в Карабаш приехал, есть видос. Смотрел, кстати. Да, лысого банкрота можете заказывать, но там половина на русском, как бы. Ну, то есть местные жители на русском говорят. Вот, то есть это-то еще имеет смысл, то, что там из контекста все понятно, даже если языка не знаешь. То есть это уже вопрос не знания языка, а просто интеллекта, конечно. Вот, да. Так что, ну, Италия, в общем-то говоря, вышла из войны, вступила в войну. Так же, как Румыния, скажем. Ну, да, 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 да. Это как в Первой мировой войне. Румыния, значит, она сначала сдалась, а потом она вернулась в войну за неделю до подписания перемирия, как бы. И уже, значит, оказалось, что я победитель. Вот, что мы видим, да, значит, Соединенные Штаты, которые там находились в депрессии, превратились в мирового супер, экономического суперлидера, да, на который приходится половина мирового ВВП в начале 50-х годов, да. Это те самые США, которые были на протяжении 10 лет в глубочайшей депрессии. Советский Союз, который в 42-м году, казалось бы, вот сейчас уже рухнет, немцы стоят на Волге под Оржевом, по Сталинграду, да, превратился тоже в суперимперию. Великобритания, значит, выжила в войне, но лишила все свои империи, да, колониальные и так дальше. В общем, короче говоря, каждый раз, когда мы прокручиваем на 20 лет вперед, мы видим, что мир неожиданно меняется просто кардинально. Что все то, что казалось устойчивым, стабильным 20 лет назад, поменялось на 100 лет. Ну вот, прокрутку вашу остановили в какой-то момент, а вот уж, скажем так... Так, Мирукай заказал видео про Карабаш, я его добавил в очередь. Спасибо за 100 рублей. Вот с гибели Советского Союза, да, вот, в 91-м году. Ну, нет, ну, слушайте, давайте... Ну, что там больно там? В 80-е... В положении Америки, ничего. А Евросоюз только укрупнился. Да, ну, смотрите, что такое Китай в 91-м году и что такое Китай в 2019-м году. Усилился, да. А вот... Деструктивные процессы как-то вот они затихли, честно говоря. Ну, арабская весна, например. Ну, вот, арабская... Ну, это конструктивный процесс или деструктивный? Деструктивный. Все-таки деструктивный, да? Ну, конечно. Мне кажется, вы знаете, он деструктивный, когда начался. Ну, вот, во-первых, вот это вот вторжение в Ирак разворошили. Нет, нет, арабская весна, это то, что началось в 2011-м году. Это я понимаю. А. Но, тем не менее, вот это вот явная ошибка была американских политиков, они просто не знали. Они просто не понимали вот этого места, вот этого Ирака, да? Потому что он держался на Саддаме Хусейне, держался на какой-то вот... Ну, на самом деле, когда исходишь из позиции реализма, политического реализма, то действительно всякие культурные нюансы суннитов, шиитов, блядь, арабов, курдов там и так далее, понять невозможно абсолютно. Потому что реализм, он не может учитывать такие категории. Потому что, как мы уже объясняли вместе с жмелем реальполитик, реализм в международных отношениях подразумевает, что актором политическим является только государство и все. И поэтому, если вот мы имеем противоборствующие религиозные какие-то фракции, они не могут учитываться вообще никак. Если мы имеем какой-то этнос, который хочет создать государство, но не создал, они никак не учитываются тоже. То есть, в этом во многом проблема вот всех этих вторжений, значит, на Ближний Восток, потому что реальполитик там не очень работает. диктатуре или квази-диктатуре, сейчас ведь там хуже стало однозначно. А вот что касается арабской весны, вы просто не помните 60-х годов. На самом деле, в 60-е годы Сирия, Египет, это были страны такие вот очень либеральные в таком вот отношении искусства, например, да, этот... Нет, ну это правда. Накинь побольше. Абдель Нассер предлагал этой певице-то, Далиде, стать у них министром культуры, да, даже, да, представляете? Нет, но тем не менее, в 60-е, да, даже после того, как это все... А потом оказалось, что их не ждут в цивилизованном мире-то. Нет, но проблема в том, что вплоть до арабской весны там сохранялась государственность. Какая-никакая, и в Сирии, и в Египте, и в Ливии, и везде сохранялась в Египте. Странно, что вот админ не говорит. Ну хорошо. Что там дальше у нас? А, ну хорошо. Переходим к донатам. Государственная сохранилась в Сирии, она в результате гражданской войны тоже сохранилась, а в Ливии... Сохраняется пока, скажем так. Ну, сохраняется, да, в Алжире, например. В чем проблема, если курды не создали государство, они из категории акторов переходят в категорию обстоятельств. Ну да, она просто в категорию обстоятельств переходит как бы вообще все, что есть во Вселенной. Ну, это буквально так. И поэтому курды, они на этот конфликт с точки зрения реализма влияют так же, как солнечный свет, например. Затмение какое-нибудь, дождь там, блядь, ветер. Вот, это все тоже обстоятельства, если что, песчаные бури. В то время как, ну, курдская ситуация, она как бы, ну, в общем-то, в центре. То есть в отдельных регионах она как бы вообще в центре конфликта. Но учитываться она не может просто по факту. Никак. Тоже была гражданская война известная, да, чудовищная, да, в общем, по своим масштабам, по кровавости. И там, в общем, с огромным трудом военным удалось остановить сползание страны в исламистскую диктатуру, как, значит, под господством Талибана какого-нибудь очередного. Вот. И сейчас, в общем, они это уже пережили. Сейчас, если посмотреть, кто там выходит на улицы, скорее всего уже Алжиру исламизм не особо грозит. Сейчас это уже довольно светская страна на самом деле. Да, в отличие от Ливии, в отличие от... Вот. Вот что могло бы случиться, мы видим на примере Ливии, да, вот. А Турция последует этому примеру? Турция не арабская страна, Турция... Ну, я понимаю, исламизм. Совсем другая культура, совсем другой уровень развития, совсем другой уровень проникновения европейской культуры, институтов в Турцию сравнивать с арабскими странами. Кроме того, надо понимать, что все арабские страны, они ведь чувствуют себя неполноценными просто потому, так, someone over the rainbow, 100 рублей. Сидят два бумера с кнопочными телефонами, говорят о политике. А сюда сметану. Потому что это отдельные страны. Арабов ведь обманули, им ведь обещали после Первой мировой войны единое арабское государство, вместо этого поделили арабский мир на мандаты, а Сирия досталась, Франция, Палестина досталась, Палестина, Иордания современная, да, Британия, Египет тоже британский, Ливия итальянская, ну и так дальше, Алжиро-Французский, Марокко тоже французская, там с кусками испанской территории, вот, короче говоря, поделили, Ирак, между прочим, тоже стал под мандатной территорией британской, и так дальше, то есть их поделили на куски, вместо того, чтобы создать единое арабское государство. И до сих пор арабы, они не чувствуют своей привязки к условному Ливии или Алжиру, они чувствуют себя арабами. Они в первую очередь чувствуют себя мусульманами, во вторую арабами, а в третьей вот это вот такая совершенно второстейшая. Ну и то, что они чувствуют себя арабами, оно тесно связано с тем, что они чувствуют себя мусульманами. Магомед был араб, Бог, он сам себя открыл перед кем? Перед арабами, на каком языке? На арабском. Кто первый? Вот из тех людей, которые Аллаха не предал и не извратил его послание арабы. Арабы первые не стали извращать послание Аллаха. То есть, ну, ислам, религия, прежде всего, арабская. Нет, то есть даже при том, что самое большое количество мусульман сейчас в Индонезии, и там, понятное дело, никакие не арабы. Вот, но не бывает религий чисто космополитических, не бывает религий без этнической составляющей. Степенная идентичность, да? Там левиец, египтянин, сириец, это им, в общем, не важно. И они... Местные, так сказать, вот... Да, у них нет привязки просто вот к этой, да, то есть... Ну да, для арабов, насколько я могу судить, хотя у меня опыт общения с арабами ограничен, именно университетской средой. Но для арабов, вот, что он араб, значит, египетский, что он араб марокканский, допустим, у них именно с их точки зрения национальная гордость у них развита на том же уровне, на который вот в России может быть патриотизм у человека по отношению к своему городу. Вот, то есть нау... То есть национальная гордость, ну вот, пафос на уровне челябы-ёба, короче. Ну, по крайней мере, мне так показалось при общении. Я, конечно, могу ошибаться. Им хочется быть частью арабского мира, а не Египта. Да, вот то, что та концепция национального государства, которая привычна для европейцев, да, для них непонятна. Она, например, очень хорошо укоренилась в Юго-Восточной Азии, да, где вьетнамец это вьетнамец, там, не знаю, таиландец это таиландец, они вполне себе, там, филиппинец и филиппинец, они вполне себе, как бы, разделяются между друг другом. А арабы, вот это, им совершенно это не нравится, им совершенно это не нравится. Ну, арабов один язык, а все-таки у таиландцев и филиппинцев и разные. Ну, скажем, в латинской, ну, религии там, в общем, вообще мало играет роль. В Латинской Америке, например, да, тоже единая религия, единый язык. Ну, там. Отпишет, скорее, не города, а регионы. Ну, нет, ну, знаешь, вот когда, типа, ой, у нас Иваново, город невест, блядь, там, добро пожаловать в Чулым, республика Хокасия, там, и так далее. То есть, какая-нибудь такая херня. То есть, региональная гордость, но она очень региональная. Ну, вот у арабов примерно национализм так выглядит и имеет ровно такой же вес, примерно. Типа там, о, Египет, бля, пирамида, охуенно, только если президент скажет, я разъебу все молотком за Аллаха, за Магомеда. Разве что бразильцы говорят на португальском, в общем, то же самое. Вот, тем не менее, у них тоже вполне себе прижилась концепция национального государства. Ну, в общем, они тоже воевали между собой. Да, очень активно воевали. Да, в общем, да. Американцы тоже гордятся своими поселками. Да, но у американцев есть, как бы, у американцев имперский такой национализм, понимаете, чем дело. Американцы просто не в курсе, что, блядь, что-то еще есть в мире вообще по большей части. Причем даже те, которые ездят по другим странам постоянно. Потому что когда ты американец, то есть быть американцем, это не как быть англичанином. Когда ты американец, тебе сложно как-то всерьез воспринимать маленькие страны какие-то с какими-то там древними или древними культурами. Потому что, ну, Америка создает культуру для всей планеты уже довольно давно. Поэтому куда ты не приезжаешь, везде по дефолту есть, как бы, твой Макдональдс. Да, и поэтому вот эта вот, как бы, американская культура, она, в общем-то, не очень сильно отличается от того, что в любой другой стране можно увидеть, потому что везде можно заказать пиццу, везде можно, значит, купить Кока-Колу и так далее. Все знают, что такое хот-дог и прочее. Поэтому американский национализм, он по-другому выглядит совершенно. Он имперский. То есть просто другие, как бы, культуры и цивилизационные пути, они не рассматриваются, но просто потому что не могут рассмотреться и теряются, их не видно. Да, было много всего интересного, но тем не менее, как-то они вот сжились с этой идеей. Арабы не сжились. Ну, потому что, понятно, почему, потому что там со времен халифата, да, у них всегда было вот, все это, арабский мир, он был под единой, более-менее под единой властью. Ну, он достаточно быстро развалит. Так, Рабблизианский гром по 100 рублей. А каков субъект в мировой политике, по твоим взглядам? Про анархию международной политики мы слышали. Интересно именно, кто что является субъектом, кроме государства, в твоих убеждениях. Но дело не в убеждениях, понимаешь? Реализм – это же не убеждение, это школа мысли. Когда занимаешься анализом какого-то конфликта международного или еще что-нибудь в этом роде, ты не пишешь с одной точки зрения, это безграмотно, надо писать с разных. Просто люди, которые отвечают за какие-то решения в политике, ну, они тупые, поэтому не могут правильно писать. То есть тут все, на самом деле, ответ-то простой. Поэтому взгляда никого не может быть, типа, бля, я верю в реализм и так далее. Это линза, понимаешь, ее любую можно поставить. Хоть марксизм. Марксизм иногда заебись. Валился. Халифат развалился, но они разделили, все. Другой халифат, потом появилась Османская империя, да, в общем, ну, все равно так. Там, правда, еще другая проблема. Но Османская империя – это не халифат. Нет, Османская империя – это как раз халифат. Османский султан был халифом. Халифом был. Да, и халифат был ликвидирован от этих. Тюрком в 24-м году. Собственно говоря, когда каждый раз начиналась война России с Турцией, Османский султан пытался поднять на борьбу с Россией вот кавказские горцы. Говоря о том, что я халиф, я говорю от имени пророка, и поэтому, пожалуйста, воюйте. Но как он попал от имени пророка? Он же Тюрк. Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что с 10 века вообще арабами никогда не правили арабы. Саладин был курдом, например. Да, мамлюки, которые правили Египтом, кто это такие? Это черкесы. Это кавказские горцы, черкесы, которые оказались правителями Египта. Под черкесами, когда говорят черкес, это не обязательно этнический черкес, но это при этом и не любой горец. Это, как правило, кавказский горец с северо-запада Кавказа. То есть это что-то вроде Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, может быть, Абхазии. Вот, то есть это вот эти ребята. И так дальше. Вообще, если посмотреть, да... То есть их можно назвать черкесами, но можно назвать адыгами, например, приостром желании. Довольно, скажем, тем же самым багдадским халифатом. С 11 века формально правили, продолжали править наследники, не помню, в кого, амиядов, неважно. Вот, но реально правили тюрки-сельджуки. Это не те турки, которые создали Афманскую империю, это тюрки-сельджуки. Арабами еще другая проблема, что последние тысячи лет им постоянно правят какие-то чужеземцы. Вот, так что это как раз они вполне спокойно приняли то, что турок теперь является халифом. Вот, а как он стал халифом? Очень просто. На Ближнем Востоке самое главное право силы. Если ты способен убить каждого, кто будет сомневаться в том, что ты халиф, то ты халиф. Все. Понятно. А вот Иран. Гусары. Гусары в чате. Поспокойнее там с шутками про мию халифу, пожалуйста. Она такая ведь отдельно, особняком. Конечно, да. Они же шииты. Кстати, ведь во время крестовых походов шииты были в Египте. Но они там и есть сейчас, хотя уже меньшинство составляют. Ага, раньше Египет был шиитским государством, в ту пору. Это во времена крестовых походов. Это еще до монгольских завоеваний. Да, 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 да. Да, ладно, но все-таки Иран. Иран совершенно другая. Нет, Иран это вообще отдельная. Стабильная страна-то, да? Иран совершенно другая. Это совершенно другая цивилизация. То есть у него почти... Ну, то есть как? Это примерно то же самое, как... Сейчас скажу. А, сейчас, ну вот, например, Эфиопия. Эфиопия тоже христианская страна. Вот есть много ли общего между Эфиопией и, скажем, там, не знаю, Швецией. Ну, Швеция, ладно, сейчас она уже христианская. Швеция очень далеко очень. Между Эфиопией и Грецией давайте. Греции, да, или Швейцарии, например, вполне себе. Греция вообще. Хорошо, Греция. Вот, то есть Иран это совершенно другая цивилизация, да, которая, ну, просто в ней тоже ислам. Ну, это ни о чем не говорится. В швидской версии, да. В швидской версии, да. Но это совершенно другая цивилизация, совершенно другая нация, совершенно другая культура. И каждый раз, когда смешивают, да, арабский мир с Ираном, это каждый раз обидно. Нет, это не надо смешивать. Но вот у них ведь был процесс такой, который шел, когда там, во времена Шаха вот этого, да. Они как-то очень, так вот, европеизировались. Да, о чем дело? Как-то освобождались. Это тоже во много. На Дискорд подписаться можно через Субскрайб Стар. Миф. Ну, кстати говоря, по поводу иранцев надо еще понимать, что Иран это вообще буквально страна Арии. У них арийское происхождение у иранцев, а арабы это семиты. А у арабов семитское, как и уреев, происхождение. Вот. Индоиранская группа языков. Ну, индоиранская, да. Там, в общем, важно, конечно, не генетика, потому что там важно именно вот языковая, значит, да, которая во многом определяет культуру и так дальше. Иранцы, они относятся... Не сказал бы, шел. Определяет культуру. Ну, а скажем, зачастую очень долгое время, достаточно надежно идет с культурой рука об руку. Языковая генеалогия, с культурной генеалогией. Язык культур, конечно, не определяет. Косятся к индоарийской, значит, это самое, к индоевропейской. Ну, арийский сейчас, как бы, слово, понятное дело, получило... Оно как бы второе рождение, сейчас, смотри, получает. Ну, вот... Хорошо называли индоиранской группой. Индоиранская группа... Ну, в общем... Индоиранская, индоарийская. Ну, изначально это было индоарийское. То есть, изначально слово... Ну, потом, поскольку слово «арийц» стало по понятным причинам... Ну, да. С трудом его можно теперь употреблять, да, без коннотаций, которые с ним связаны. Изначально арийцы — это просто, ну, как бы, те люди, которые имели происхождение откуда-то, вот оттуда, из причерноморской степи, и все. Да, ну, потом это слово было использовано понятно как. Вот. Кстати говоря, Гитлер, он считал, что казаки, они не являются со славянами и русскими, поскольку они живут вот примерно там, где появились арийские племена, то они отдельная как бы нация, и вот они орицы. Они орицы, они орицы. Вообще-то, когда-то там жили готы, а потом как пропали, есть мнение, что вот крымские татары и вот донские казаки — это вот их потом. Ну, это крымские татары, да, определенно, у черепа, по крайней мере, у них явно, когда редко-редко я приезжал в Ростов-на-Дону, сразу бросаюсь в глаза, что прям люди идут совсем с другими головами, чем вот здесь. Но в Крыму, между прочим. В Крыму действительно была самая поздняя популяция готов. То есть готы дольше всех, готы дольше всего задержались именно в Крыму. Везде уже там расстасались, а в Крыму оставались долгие. Даже чуть-чуть в вокабулярах остался. Не в языках, которые там остались, а чуть-чуть зафиксировано в вокабулярах. Недавно нашли новые годские письмена. Очень интересно. Вообще, крымские годы — это такая отдельная интересная тема. Вот, да, и Иран совершенно отдельная, конечно, история, которая, опять же, ну, не знаю, в третий разговоре нельзя смешивать с арабами. Нужно рассматривать. Не только такой вот это вот движение, ну, к либерализации, хоть вы это слово не любите, да, ну, там. Ты нет, почему? Женщины ходили свободно, в образование получали, а теперь-то они все там вот, тогда вот, ну, понимаете, да, это хвосты вот как-то пришлось им держать между ног. Я думаю, что это, в общем, к сожалению, может сказать. И вот у них вот это вот, такое вот вышло наверх, вот это вот исламское духовенство такое вот оно, ортодоксальное, видно, поддержка из низов у них была, соответственно, большая. У меня есть один знакомый, он очень любит вообще на Ближнем Востоке, он такой, там, семью любит по Ближнему Востоку кататься, как бы это немножко так странно выглядит, да, но тем не менее, да, вот у него есть знакомый из Ирана, вот, приехал знакомый из Ирана, вот, очень религиозный, пять раз не пьет. Пять раз в уши? Пять раз, да, у всех пять раз, это же... Столпы веры, это в уши нет, по-моему, разное. Не-не-не, столпы веры у них одинаковые. Вот, пять раз в день молится, вот, не пьет все это, но сразу после того, как приехал, на следующий день спросил, где в Москве найти гей-клубы. Может, посмотреть на диковинку? Наверное. Как-то разлагаются. Наверное, наверное, видимо, да. Вот, так что, в общем, интересная цивилизация, интересная культура, да, во всех отношениях. Не, ну, он изучает, да, смотрит. Да, кстати, вот, Украина-то, понятно, для нас очень интересно, она рядом здесь, да, чтобы с ней не случилось. Да, по-моему, уже не очень интересно. Ну, все равно нам интересно. А вот вообще, в целом, для мировой цивилизации, вот, Индия, ведь это, в принципе, страна-то какая-то очень непростой судьбы, они ведь много, многонациональная, многоконфессиональная, много опыта, имеющая между каких-то таких вот междунациональных конфликтов, и даже вот как-то импортные политологи, вот, в 70-80-х годах были уверены, что до 20-го века Индия распадется на отдельных веках. Не распалась, да. Не распалась, да. И не собирается. И не собирается. И не будет распадаться. А что их удерживает вместе? Ну, черт, видимо, их удерживает просто такая инертность, которая была в ранние времена, да, когда 10 тысяч британских чиновников и 70 тысяч британских солдат, да, держали в подчинении 200-миллионную Индию. Если они держали, то, в общем, наверное, и сегодня центральным властям это получается. Просто какие-то такие традиции, традиции, не знаю, несопротивления, да, такое, то, что мы видели на примере Ганди. Вот. Что касается того, что какая судьба у Индии, ну, мы видим, что сейчас у нее очень быстро начала расти экономика. То есть буквально вот китайские темпы лучших времен. Вот. Мы видим, что у них, например, очень успешная космическая программа. Они очень, по-моему, своим флотом увлекаются. Да, ну, они, значит, мы им помогаем строить авианос. Проигрышная тактика. Консервативные общества будут стагнировать. Freedom общества будут первыми собирать профиты от нововведений. Ну да, но Freedom общества самоуничтожаются. Вообще всегда. То есть ни одного примера. Freedom общества, которое простояло бы, ну, где-то лет 500. То есть так-то, в общем-то, открытых обществ, если они вообще и были, они все появились совсем недавно. То есть, ну, как вообще можно говорить, что они к чему-то, в принципе, приводят? То есть, я не знаю. Вот аристократические республики по 500 лет стоят. Да, это мы знаем. Так, и да, использовать старые методы выживания без попыток найти или попробовать новые. Нет, новые можно, но только в рамках реакции. То есть, что-то произошло, надо принимать меры, принимаешь меры. Если меры не помогли, революция, откатываешь обратно. А идем дальше. Подводные лодки атомные. Вот там они закупили у нас один авианосец и, по-моему, пару атомных подлодок. Ну, и мы им, значит, помогаем тоже там. Они у нас покупают налоги по строительству всего этого. Танки мы им поставляем, самолеты. У нас вообще корпорация с Хой 90-е годы выжила потому, что они продавали самолеты. Вот поэтому они, собственно, и вышли. Ну, это просто интерес, так сказать, ну, торговый для нас? Или это все-таки политический интерес? Для нас? Как противовес вот это вот на линии поставок нефти в Китай. Ведь нефть в Китае идет через... Кого там идет? Через, что это, западный Пакистан, через восточный Пакистан? Нет, но она идет по морю. Она по морю, но там перегружается. Они, ну, куда? Чтоб им еще огибать всю эту вот эту вот... Да нет, 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 да нет, да нет, ну, они через тихий океан плавают. Плавают-то они плавают, но, представляете, вот попасть из Индии, из Индийского океана, а именно туда попадают они, да? И надо вот через эти узенькие проливы пробраться между... Правильно, это контролирует как раз не Индия там. Не Индия, да, да, но тем не менее, все это очень неприятно. Нет, ну, Индия, естественно, она... А тут вот они, и они, значит, разгружают. У них есть порты разгрузки в Бангладеш, и, соответственно, они про дорогу к океану проложили через Пакистан. Ну, там сейчас пытаются это построить, да, но, конечно, построить дорогу через Памир и все проще, тем более, что там... Дорога в облаках... Там есть такой, как бы так сказать, точечка, где сходятся границы Китая, Индии, Афганистана и теперь Таджикистан. Когда-то был Российская империя, потом Советский Союз, вот эти точечки, да, собственно говоря, все... Такая незаметная точка на карте, вокруг которой когда-то еще в 19 веке, в 20 веке крутилось, мягко говоря, очень много сейчас. В общем, она уже мало кому интересна. Просто провести, конечно, хотя бы даже нефтепровод через Памир, через Гималайи практически нереально, поэтому все идет море. Нет, конечно, судьба Индии это не просто какой-то пункт на торговых путях, судьба Индии это, видимо, судьба одной из... Судьба населенных стран. Не просто населенных стран, но и одной из, видимо, все-таки двух супердержав, там, не знаю, вторую половину 21 века, что будет дальше, вряд ли можно загадать. Развалиться, конечно, Индия может в любой момент. В общем, в мире сложно найти страны крупные, которые не могут развалиться. На пуске, по-моему, таких стран даже особые. Нет, вот, но Индия... Возмущенные, трудящиеся, пишут. Забыл донатера, нахуй послать. Это так с ними. Это деньги свои шлют, да ебали. Да, мы знаем, что, в общем, исторически Индия, не знаю, в Индии появилась концепция нуля. Да, вот, сама идея нуля, она... Есть такое. Кстати, индейцы в Мезоамерике отдельно совершенно, ну, понятно, совершенно, независимо придумали нуль, но это им не помогло. Но это доброе ебло, муму уже не помогло. В общем, как считается, по крайней мере, из Индии, да. Та же самая дамасская сталь, а она на самом деле индийская сталь, да, вот, и так дальше. Но это заслуги перед культурой человечества. Да, но проблема в том, что Индия тем уникальна, что она как-то вот, значит, делала эти заслуги перед культурой человеческой до пятого века на шеюр, а потом как-то резко прекратила последующие пятнадцать лет. На, где-то до... Скотина тупая, я тебя больше не знаю. Спасибо за сто рублей. Не, ну, кстати, у меня что-то наладилось настроение, так. То есть, вот, на дебатах было сначала плохо, потом нормально, потом в начале стрима было опять плохо, сейчас опять нормально. Это связано все с тем, что, ну, мне пришлось проснуться значительно раньше. Спасибо, Дэн, член, за две тысячи. Спасибо. Ценю. Тащишь. Тащишь по деньгам. А, значит, то есть, это связано с тем, что я сегодня проснулся рано, во-первых. Не успел поесть перед дебатами. Вчера я два часа качался вместо часа. Значит, поэтому у меня все болит, блядь. Потому что, ну, типа, фулл-боди-воркаут, все группы, поэтому болит все утром. Вот. И, в общем, все вместе, так, одно на другое накладывается. Вот. И портится настроение. Не, ну, сейчас нормально. Сейчас нормально. Тащишься. В пятом веке Индия оставалась одним из мировых культурных центров. Одним из центров, где создавались новые технологии, идеи, смыслы, все остальное. И после пятого века она как-то внезапно превратилась в такое болото, где ничего не происходит. В 15 веках. Ну, типа, мышц не будет, потому что у меня, как бы, предрасположенность в другую сторону. У меня не будет мышцы массы серьезной. Я качаюсь для силовых характеристик. В основном, чтобы рюкзак потяжелее можно было таскать в лес. Это вот, собственно, и все. А вот. Ну, значит, дозы... А, ну да. Ну, и еще верхнюю спину полезно закачать, когда у тебя сколиоз. У меня сколиоз просто. И, типа, ну, для сколиоза полезно вообще гребля при сколиозе. Ну, я... У меня к воде отношения, как у Джейсона, из пятницы 13-го примерно. Поэтому грести в реальном мире я не буду. А вот на тренажере, пожалуйста. Да, они ее монголами, да? Вот, бобурки... Не-не-не, начиная с пятого века. Это еще вот... Не-не-не, да, она была просто... Азог. Я, когда в UCLA учился, я занимался четыре раза в неделю по полтора часа. И жрал, как, блядь, за троих на шведском столе. У меня масса вообще не возросла. То есть у меня просто, типа, все сжигалось нахуй. Все. Половина сжигается, половину я высираю, и на этом заканчивается вся качалка. У меня мышцы идут по уплотнению, только они не растут. Если вообще грудь сильнее развита, чем верхняя спина, можно уверенно ждать сколиоз. Чувак, когда у тебя спина наклонена вперед или назад, это не сколиоз. Сколиоз – это искривление только либо влево, либо вправо. Ну, чисто, чтобы ты знал. Сколиоз – это когда позвоночник искривлен либо вот так, либо вот так. Если он искривлен у тебя вперед или назад, это по-другому называется. По болотам тут хоть Бабур пришел, какие-то завоевания сделал. Ну, нет, так-то можно и там и Далийский султанат был, там тоже что-то еще было интересное. Вот так-то там... Не, ну там постоянно что-то происходило, конечно. Эти самые политические изменения там происходили постоянно. Вообще Индия никогда не была единой до британцев. Индия вообще никакая. Индия, как в современном виде, она никогда не была в таких границах. Вообще никогда ни при ком. Ни при Моголах, ни при Далийском султанате, ни при Маорях, ни при ком. Вот, только сейчас она превратилась в такое. Кстати говоря, современная Индия, она ведь намного меньше, чем британская Индия. Да. Туда не входит. Пакистан, Непал, Бутан, Мьянма. Нет, у Индии, конечно, видимо, все-таки великое будущее. Хотя, с другой стороны, сейчас Индия это очень печальная. Ну, там, 60% населения занято в сельском хозяйстве. Это, в общем, там, 19-й век, да? Она живет в 19-м веке. Ну, в 20-й век Россия вступила... Нет, то, что массу кто угодно может набрать, это понятно, но я как бы не хочу употреблять никакой хуинип, потому что, ну, типа, камон. До абсурда доводить не надо. Качаешься не для массы, качаешься для здоровья, прежде всего. Да, у Роберта Райта надо много рукоплепить. С 90% населения в семье. Ну, 10% только было в городах. Семьдесят годах. По крайней мере, меня так учили в Советском... В семнадцатом году точно не 10% было в городах, побольше, побольше. Ну, пускай будет так. Сейчас я, конечно, не помню, но из-за основы не 10%. Конечно, тем более, что и в сельском местности далеко не все были заняты в сельском хозяйстве. Скажем, Иваново-Вознесенское – это было село. Это был самый крупный текстильный центр в России, но это было село. Иваново-Вознесенское. Да, Иваново-Вознесенское, да. Вот, и только потом оно превратилось в город Иваново, да. Вот, так что тут еще то, что... В чате пишут, будешь как книжный Геральт. Я скорее буду как этот... Как этого мечника звали, наемника, который ведьмаков хуярил? Который высокий дрищ, блядь. Эй, задроты, помогите. Я и помню, как чары из-за дмака золы. Лео Бонарт, вот, да. Точно, точно, точно. Точно, однозначно. Идем дальше. Живущие в сельской местности – это не обязательно крестьяне. Ну, это мы с вами современный политический обзор, как назовем... У «Карты мира» это так раньше называлось, такого разговора, да? Что может происходить там? Мы не затронули Африку, Китай не затронули, но, наверное... В Африке очень быстрый рост. Да? Вот, в Китае, да. В Африке, например, там в Эфиопии совершенно фантастические темпы роста по 11% в год. То есть, если посчитать сложный процентик, ну, в общем, представляете, да? И у них такие вот темпы, они 20 лет уже. Ну, в Эфиопии, сколько у них по численности населения? 100 миллионов. О, то есть, очень крупный гусорг. О, 100 миллионов, да. Но при том, что продолжают расти. И со старой культурой, в общем-то. Древнику. Ну, считается, что это вообще самое первое. Христианское-христианское. Ну, там, армяне с этим не согласятся, но... Ну, принято армян считать. То есть, мейнстрим, что армяне все-таки раньше христианство приняли. Не, но официальную религию в Армении вроде первые сделали. Ну, в общем, да, по этому поводу споры, да. Ну, неспецифическое христианство, да? Ну, спорят Афиопов в основном с этим. У них Понтипилат Святой. Афиопов. Ну, не да, специфика есть такая, но тем не менее, это вот такая страна с давней цивилизацией. Конечно, конечно, да. Ну, можно, конечно, сказать, там, у этих специфических христианства, у этих... А потом в прогрессивную христианскую страну приезжаешь, а там... Богу нравится, как я танцую, Богу нравится, как я пою, Богу нравится, что я восклицаю, потому что его я люблю. Ликуй, ликуй, всем радость дару, Иисус скоро придет. Да, армяне приняли христианство раньше христиан, все верно. Так. Огуречный примат 100 рублей, а что случится так? А если случится так, что консерватизм не сможет выжить и размножиться? Стоит ли, будучи консерватором в рамках консерватизма, признать консерватизм неработающим и примкнуть к какой-то другой системе? Таким образом сохранив консерватизм? Нет, ну, понимаешь, ты таким образом не сохранишь консерватизм. То, что ты сформулировал, это парадокс. Парадоксов в рамках прагматики чистой мы избегаем, просто заявив, что автореферентность в случае выбора консервативного либо прогрессивного пути недопустима. Вот и все. То есть, это из той же серии, какая множество не может быть, блядь, элементом другого множества. Алкохоз 500 рублей. Спасибо за 500 рублей. Спасибо, спасибо, спасибо. Там дальше. Там же вообще интересно, это единственная африканская страна, которую не стало колонией. Да. Причем интересно, что там фактически возглавлял эфиопскую армию, когда они воевали с итальянцами в конце 19 века, фактически ее возглавлял кубанский Исаул, казак. Вот, в общем, он организовал, во-первых, поставку винтовок, Берданок и Мосинок, а во-вторых, он даже только Берданок, а во-вторых, он как бы вот заведовал организацией всей этой армии. Ну, эфиопы, они ведь все-таки горцы, в первую очередь. А как воевать с горцами, это мы видим на примере Йемена, да, где Саудовская Аравия, у которой там военный бюджет больше, чем у России, какие-то безумные миллиарды долларов, да, вот Саудовская Аравия несколько лет воюет с йеменцами, и йеменцы буквально там не с палками, не с копьями, ну, на самом деле, нет, конечно, у них есть там вполне серьезное оружие, но... Но тут еще такой момент есть, что йеменцы не совсем арабы, вот, а арабы совсем арабы. А арабы, как известно, войн не выигрывают. В общем, понятно, что нищий этот йемен, он бьет эту вооруженную до зубов суперсовременными танками, теми этими леклерками, значит, беспилотниками и прочим, он эту армию Саудовскую бьет в шею и во что угодно. И саудиты несут страшные потери, ничего не могут сделать. Недавно йеменцы взорвали там штаб Саудовский с несколькими генералами, просто взлетели на воздух там, следов от них не осталось. Да, и мы видим, что вот вся эта Саудовская армия, да, она оказывается совершенно неспособна воевать в Курцах. То же самое было в Афганистане, да, с которыми... Да, то же самое не британцы не смогли, да, не советские, не... В будущем буду делать мультик, короче, про йеменцев и про Саудовскую Аравию в духе Астерикс и Абиликс против Цезаря. Вангую. Так, что там по донатам? Если арабы не выигрывают войн, то это окончательное признание маргинальной теории, что арабских завоеваний не было, и восточная часть империума просто перешла в ислам по собственному почину и призвала арабов как правителей от религиозного авторитета. Чувак, ну, чисто чтоб ты знал, в общем-то, Константинополь брали турки. Османская империя, это турки. Ну, вот, может, для тебя это секрет какой-то охуенный. А вот, а изначальные арабские завоевания, еще там при Магомете, которые были, там по большей части, скорее всего, это сирийские христиане делают. То есть, да, я придерживаюсь такой гипотезы. А дым дальше. Не американцы сейчас не могут, да. На Кавказе 50 лет, и вальд на Кавказе. Считается, что вот Кавказская война началась в 17-м году, когда Ермолов перешел в Терек. Но на самом деле, там, если посмотреть, Кавказский корпус, он был создан еще при Екатерине. Да, закончилась война, опять же, формально в 64-м году. В общем, на самом деле, больше века, что война на Кавказе, и, как мы видим, до сих пор, в общем, еще не закончилась. Неспокоенно. Неспокоенно. И заканчивалось только тогда, когда... Пишет, но они же тоже арабы. В смысле, кто арабы? Турки, блядь. Чувак. Это, блядь. Камон. Серьезно. На Кавказе возникал какое-то государство, да, фактически, ну, некая государственность. С ней можно было договориться временно, да. Ну, вот как это был Шамиль, он же вроде у них стал первым лицом на Кавказе. Ну, и вот с первым лицом можно было договориться. Ну, кстати, в Европе те же самые швейцарцы, да, которые были такими воинами, наемниками для всей Европы, да. А, он про сирийцев. А, ну, во-первых, насколько сирийцы арабы, это открытый вопрос. Сирийцы сейчас арабы. То есть, да, но сейчас и египтяне арабы. То есть, ну, чисто на заметку. Вот, а насколько тогдашние сирийцы, это арабы, это вопрос еще, это первый момент. Второй момент, ну, все-таки речь, упор не на то, что они сирийцы, а на то, что они христиане. Это, да, то есть, это должно вызывать легкое недоумение и протесты со стороны сторонников мейнстримной исторической науки. Горцы, они, ну, по понятным причинам, в общем, связанным, кстати говоря, те же греки. Кто это такие? Греки – это те же самые горцы, потому что Греция, горная страна, да? Югославия. Да, это были пираты. Кто такие древние греки? Это пираты. О чем Одиссея? Морозбойник, значит, да. Это просто Одиссея капитана Блада. Это, в общем, не случайность. Вот. Джек Воробей, да. Это самое. Вот. Югославы, да, действительно, Сирма. Сюда же можно записать и шотландцев. Конечно, да. Ну, шотландцы, которые тоже считались лучшими воинами, все понятно, да. Которые тоже постоянно воевали со всеми, тоже были наемниками по всей Европе. Шотландцы, кстати говоря, был даже шотландский отряд на службу Ивана Грозного. Да, да, да. Да, да. Да, да. И сам, кстати, знаменитый шотландец в нашей истории, это Барклай де Толь. Ну, есть еще Патрик Гордон, который был, значит, соратником Петра Первого. Раним таким еще, вот, да. Барклай, ну да, но Барклай просто был анимеченый шотландец. Там он, скорее всего, был немец. А вот Батрик Гордон был такой стопроцентный, да, вот настоящий такой горец. Ну и вообще Барклай де Толли, это такая франко-шотландская аристократическая фамилия. То есть это не один какой-то чувак, которого звали Барклай де Толли. Это вот целое, целое семейство такое. Так, ну давайте по экономике поговорим. Давайте. Не предлагали это как тему разговора. Ну вот, понятное дело, советская экономика, это вещь, наверное, бесперспективная все-таки, да? Ну, знаете, в чем дело? Есть на этот счет известная позиция Роберта Аллена, с которой все не согласны, но все ее упоминают. Роберт Аллен, это один из самых известных историков-экономистов в мире. У него есть много работ по самым разным темам. Он больше всего известен своими работами по британской промышленной революции. Он там предложил совершенно новый подход. Все считали, что, ну традиционно считал, что британская промышленная революция произошла, потому что в Великобритании были хорошие институты. То есть защита прав собственности, парламент и так далее. Он сказал, нифига подобного. Все произошло потому, что у британцев было много угля. Это очень интересная его работа. Он там очень хорошо знает историю техники. И он понимает, как это все было устроено, что называется, на пальцах. Ну, в общем, это не наша тема. Ну да, действительно, ведь до британской промышленной революции перед самой, ну так сказать, ведущей промышленной державой была Швеция. У них много было древесного угля, и поэтому они были лидерами в металлуре. Да, Швеция... А тут британцы придумали, как делать кокс. Я сказал, что не нужно эти деревья пилить, возить, то есть более дешевые... Швеция вот на короткое время, действительно, в конце 17-го, начале 18-го, она превратилась в ведущую. Ну, собственно, почему они создали циркум Балтийскую империю, в которую входили и северогерманские земли, и Прибалтик, и Ингерманландия? Нет, в Тунисе сейчас уже арабы. Изначально там должны были быть всякие берберы и так далее. Но сейчас там арабы просто расплодились. То есть, ну, ты понимаешь, что генетически арабов и бербер, в принципе, отличить несложно. То есть, ну, как бы, там генетические кластера разные. Ну, и внешне они отличаются достаточно разительно. Ну, типа, в Тунисе арабы в основном, да. То есть, это не только языковая там общность какая-то, там генетически тоже в основном арабы. Ну, так же, как в Египте, собственно. Ну, изначально берберы – это не арабы, конечно. Так же, как изначально египтяне были не арабы, и сирийцы были не арабы. Вот, арамеи – это тоже не арабы, да, действительно, никакие. Сейчас арамеи называются ассирийцами, правда. Раблезианский громпов, 100 рублей. Где можно прочитать про то, что ислам восходит кореанству, или про то, что арабское завоевание – это дело рук сирийских христиан? Где вы это берете? По скриптам не отсылай к святовиду, он этой темы боится, как огня. Про сирийских христиан я не помню, это мне надо искать. Я это где-то у Роберта Прайса видел, но он не придерживается сам этой теории, он про кого-то рассказывал, не помню про кого. А то, что ислам восходит кореанству, это следует из доктрин просто, потому что в арианстве Иисус является пророком Бога, а не сыном. Бог есть вроде бы христианский, но просто Иисус – это не он, это просто пророк. И ровно то же самое в исламе происходит. То есть ислам вобрал в себя все, что было в арианстве, и просто добавил еще очень много всего другого. То есть, поэтому, в общем-то, да, то есть это в основном надстройка над арианским христианом. И христианством арианского толка. Норвегия, Финляндия, ну да, ну кусочек современной Польши, да. Ну хорошо, вот, значит, и что Аллен говорит про советскую экономику? Он говорит, что главной причиной замедления темпов роста в 70-е годы послужило то, что в 70-е начали ресурсы переводить в военную сферу. Но не просто ресурсы... Это было нового, да? Не просто, нет. Значит, во-первых, началась милитаризация. Милитаризация достигла совсем другого уровня по сравнению с 50-ми, 60-ми. Но главное даже не в этом. Главное не в том, что стала больше доля ВПК, там, в воловом продукте и всем прочим. А главное в том, что почти все научно-технические ресурсы перевели в военную сферу. То есть почти все, что умело создавать новые технологии, было переведено на военные рельсы. Да, все с нами были связаны. И вот он доказывает, что это произошло не с самого начала, это произошло именно после 70-го года. До этого, значит, было более-менее сбалансировано между гражданской и военной сферой. После 70-го начался перевод почти всей науки на военные рельсы. И вот это, по мнению Алина, стало главной причиной замедления темпов роста в 70-е годы. Он это подтверждает ссылками на целый ряд источников, с ним не согласны, с ним спорят. Сложная тема, да, там, как это все посчитать. Ну, у нас в ту пору была, во-первых, экономическая наука. Она, конечно, была очень сильно связана с оборонным комплексом, но они старались от него держаться относительно подальше. Деньги брали, в академике всех этих наших выбирали, но старались быть выездными, оставаться. А вот вся вот эта вот, как это называется-то, отраслевая наука... В 60-е годы была реформа Академии наук, когда из нее вывели всю прикладную науку. Ну да, вот это называется отраслевые институты. Вот как раз все вот эти институты, да, которые занимались чем-то прикладным, их из Академии наук вывели. И они постепенно деградировали, и когда вот случился вот этот конец Советского Союза, а, собственно, их уже, собственно, и... Может быть, может быть. Кроме названия ничего не оставалось. Ну, может быть, я тут как бы... Но вот он показывает там, он, значит, ссылается на кучу данных, статей и так дальше, он показывает, что это произошло именно после 70-го года. То есть до 70-го... Возможно, возможно. До 70-го все-таки был... Ну, там, понятное дело, что в любой стране, которая вела холодную войну, огромное количество научно-технических ресурсов тратилось на оборонку. Ну, понятно. Ну, вот он доказывает, что именно после 70-го года крем в сторону, значит, инвестирования вот этих научно-технических ресурсов в оборонку стал совершенно недопустимым. Да, когда все то, что умело думать, умело придумывать, да, ну, кроме какой совсем вот на ментальной науке, которая там, ну, является как бы базисом, да, это понятно, это, в общем, другая сфера, да. Для кого работает физик... Это за Академия оставалась. Да, ну, для кого работает физик-теоретик. Он работает на войну, на гражданку. Ну, он работает как бы не на тех, и на других, и не на кого, да. Он работает на науку как каковую. Вот все ушло, значит, в оборонку, и из-за этого началось быстрое замедление темпов технического прогресса в 70-е и 80-е годы. Он вот отстаивает такую точку зрения. И он считает, что если бы этого не происходило, то советская экономика, в общем, вполне могла бы дожить до 21-го века. Ну, он какой-то такой... Нет, ну, Советский Союз мог вполне дожить до 21-го века, конечно. Северная Корея дожила в этом смысле. Она этого 2-го захочет и живет. Да. Ну, он, в принципе, говорит... А вот нихуя, я даже погуглил немножко 9 из 10 миллионов тунисов, берберы, говорящие на арабском с точки зрения. Ну, окей, ну, значит, берберы. Так, окей, идем дальше. Я вот тут как-то немножко преувеличиваю. У нас вообще было, ну... Ну, его ругают, его критикуют. Была аллергия на нововведение. Нет, это понятно. Ну, вот как раз таки... Он просто не знает нашу жизнь. Мы не хотели нововведение. Он как раз знает. Он очень много. Он очень умный. И он очень много читал. Ну, вот молодец он. У нас об этом, в общем-то говоря, про эту болячку позорную мы не очень старались рассказывать. Стандартная, да, стандартная концепция заключается в том, что советская система, в принципе, плохо умела вводить какие-то инновации, да, нововведения, да, потому что... Они не хотели, они мешали нам. Они нашу жизнь дробили. Вот мы... Есть план, мы его выполнили, да? Нет, это понятно. И мы прошлый год выполнили. Нет, это понятно. Мы этот план его в год выполним. А ты нам даешь нововведение, которое нам все путает. Ну, это эффект храповика, знаете, про такой эффект храповика? Да что, за что. Значит, у нас был единственный Нобелевский лауреат по экономике. Контарович. Да. Значит, он был, на самом деле, не экономистом, он был математиком. Да. А он вот был методом оптимальных... Ну, в общем, да. Ну, вообще, по экономике очень часто дают премии тем математикам, которые математику прикладывают к экономике. Ну, да, Джон Нэш тот же самый, наверное, самый знаменитый из таких лауреатов. Ну, а для меня, например, самый знаменитый, наверное, Марковец просто идею оптимизации функции Лагранжа засунул. Ну, там просто такая простая математика, что как бы там вряд ли все-таки за математику дали. Там скорее за то, что он догадался, что может математику. К чему приложить, да. Ну, да, ну просто там математика такая простая, что как бы... Так, донаты. Инк Фокс, 100 рублей. Данила Александрович, 100 рублей. Идет такой по улице древний охотник-собиратель, а ты ему... Эй, шахид, твой священный чистый лик, вдруг улыбка зарит в этот миг. Что увидел ты? Может, райские сады в наслаждении и любви вечно длятся твои дни? И... Либертариан-ковбой, 100 рублей. Марго, а с тобой реально встретиться в США? Можно, в принципе. Ты где? Ну, да, да. Ну, она такая же простая у Леонтьева, в принципе, говоря, Василий. Ну, наверное. Ну, что там, господи, обратную матрицу посчитать? Что-то такого. Наверное, да. Так вот, значит, Конторовичу дали номерскую премию, а в 30-е годы он предлагал... Ну, он создал, в общем, модель, как резать лист фанеры или, например, жестье, чтобы... Да, вот у вас есть лист жести, да, стандартный. Клинжатура круга, 100 рублей. Есть ли какие-то современные философы, которые придерживаются идеологии консерватизма, пишут работу на тему консерватизма и т.д.? Да, есть... А больше я вам ничего не скажу. Идем дальше. Реально, вот, живых не знаю. То есть за пределами исследователей Конституции США, да, то есть там какой-нибудь... Да и то, блядь, скали, умер нахуй. И тут еще такая проблема есть, что даже вот философы-консерваторы 20-го века, типа там Рассел Кирк или там этот Оукшот и так далее, они хуесосы, и я с ними ни в чем не согласен. На мой взгляд, в консерватизме ничего не надо, кроме Эдмонда Берка. То есть там уже все написано, блядь, это консерватизм весь в полтора слова умещается. Там не требуются какие-то охуевшие исследования. Вот в области консерватизма именно. То есть это не марксизм-ленинизм, который ты сидишь и изучаешь, что мудическую мудрость предков, короче, поколениями. Вот у тебя, блядь, написано вкратце, значит, в чем консерватизм состоит. Дальше занимайся науками, короче, всякими. Больше чего не требуется. Так, Libertarian Cowboy 100 рублей. И я в Сан-Диего вообще, но я бы мог приехать, думаю. Ну, можно как-нибудь, наверное, встретиться где-нибудь. Посмотрим. Так, идем дальше. Иван, можно из него сделать определенное количество заготовок. Он разработал модель, а как делать каждый раз, как прикладывать, чтобы осталось меньшее количество обрезков. И он, значит, внедрил эту идею на каком-то недоречком заводе. Там все прошло на ура. Да, вот. Потом он пошел на фанерный завод и объяснил, что вот так вот. Скажи большое спасибо, но нам совершенно не нужно. Не, ну, по моей легенде, сначала он был на фанерном, потом он внедрил на жести. И они сразу сорвали план по сдаче металлолома. Может быть. Ну, в общем, там есть, на самом деле, я сейчас точно эту историю не помню. Там не жесть была, там раскрой металл какой-то. Ну, в общем, да. В общем, короче, ну, понятно, в чем заключение. Я сейчас уже не помню там совсем такие мелкие. Помню, что была фанера, помню, что было вот... И вот это наша плановая система, она же не рыночная. Да, то есть, что нужно было каждый год снижать количество обрезков. Да. Да, то есть, каждый год вот это количество обрезков. А тут ты уже вводишь эту систему, и дальше у тебя уже не получается. Да, предел уже. Да, то есть, а дальше уже, как бы, вот ты снизил там на 50%, все, а в следующем году как? Давай процент. В математике не пойдешь, да. Ему сказали, спасибо большое, да, до свидания. Это называется эффект краповика. То есть, ты можешь повысить на один... Каждый год у тебя должен повышаться процент, но понижаться он не может ни при каких условиях. Вот. Ладно, сейчас. Да, у нас это было в экономике. Вот это планы экономики, это ее рост. Да, вот это называется эффект краповика. То есть, некоторые считают, что вот были такие неизбежно присущие, значит, советской экономике черты, которые не позволяли ей не то, что догнать там предовые страны, ладно, об этом даже речи не идет, но не позволяли ей даже идти с одинаковыми темпами отставания. Ну, то есть, ну вот, одинаковый процент. То есть, все равно. Ну, меня опять упрекают, что я не комментирую ничего. Ну, что я прокомментировать-то могу? Я не знаю ничего про эффект краповика. То есть, ну, контент интересный без моих комментариев, на самом деле. Поэтому я что, я сижу, доната зачитываю видео, интересное. Мне самому интересно его смотреть. Да, вот тот же самый, значит, с Роберт Таллин, он считает, что это не так. Что если бы не было принято определенных решений в начале 70-х годов, да, на фоне ухудшения отношений с Китаем, то советская экономика, она вот оставалась бы, не сохранялся бы такой же лак от американской. То есть, она продолжала бы... Я допускаю так же, что если бы в этом видео не было бы никого, кого я знал бы лично, оно было бы мне неинтересно. То есть, тут еще такой есть момент. То есть, возможно, что если бы я не знал ни Бояршинова, ни Ватаадмина, я бы скипнул. То есть, ну, это не мои темы, мне нечего сказать. Развиваться такими же темы. То есть, мы сейчас говорим, пиздим с чатом, на любую тему. Хорроры, блядь, пророк, Магомед, про что угодно. Кроме как про то, что в видео происходит. Потому что американская экономика, то есть, сохраняя вот то же самое отставание. А, он считает, что главным причиной крушения Советской Европы... В чем-то не согласен с Вата. Мне надо... Ну, я типа не смогу просто взять и вспомнить. Просто куяк и выдать. Скандачка, мне надо, чтобы, типа... Меня успел, услышал, ответил, иначе я не могу просто. Я ничего... Я не могу просто брать и вспоминать, блядь, вещи. Сходу. И у меня так голова не работает. Экономика, в конечном счете, послужила то, что Соединенные Штаты и Китай заключили военный союз. А после чего Советскому Союзу пришлось готовиться к войне на два фронта. Ну, то, что они заключили военный союз, это некое преувеличение все-таки. Нет, нет, это как раз... Ну, у Китая сейчас был военный союз. Да, конечно. К концу 80-х они даже разрабатывали вместе танк, они разрабатывали вместе самолет. Значит, да, у них было очень тесное... Для меня это стопроцентная новость. Нет, ну как, ну, смотрите, если это называть каким-то совсем классическим военным союзом, как, не знаю, там, в НАТО, то, конечно, такого не было. Но у них было очень тесное... Как же назывался тот совместно разрабатываемый танк? Значит... У них все танки-то похожи на наши. Да, 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 да. Они продолжают развивать. Они собирались поставить мотор, двигатель от производства «Шевроле» на танк, который, в общем, был модификацией Т-54. То есть, совместно от китайцев вот Т-54, вот, а движок, значит, с американской «Шевроле». Ну, это такая беспокоящая политика. Из нее что-нибудь получилось? Конечно, Советский Союз развалился. Нет, «Шевроле»-то они там... Не, а потом просто они это все начали делать, а потом случился тень альмыния, на этом все закончилось. Понятно. Они в 87-м году начали все это разрабатывать. Ну, то есть, конечно, большой вопрос, можно ли считать это союзом или нет, но Никсон с малышей дуном... Сейчас фотоадмин заходит в чат. «Маргинал, приведи пример предикатной логики». Мы подписали договор в 73-м году, а после чего Китай ввели в состав Совета Безопасности, да, Тайвань оттуда выкинули. Вот, и, в общем, они начали все больше и больше. Я считал учебник Мэнки в оригинале, «Маргинал, приведи пример предикатной логики». И, кстати, Никсон в ту пору и с Брежневым подписывал договор очень серьезный об ограничении стратегического вооружения. Да, да, это был большой прорыв, надо сказать. Мы с ними начали сотрудничать опять после... Вот, при Кеннеди была попытка моего, как и легенда, что мы ее отвергли. Ну, там уже... Мне это значил Никита Сергеевич Хрущев. Он тогда единоличное решение принимал. А вообще, вот как-то вот в вашем рассказе выпадает очень важный элемент. Ведь в нашей стране, вот, ну, скажем, после Сталина, после Хрущева выяснилось, ну, к моменту падения. Секунду. Алистер Кроули, 1000 рублей. Соглы. Стрим интересно слушать, даже несмотря на то, что Марго редко комментирует видос. Мне вообще нравится, как меняется контент у тебя на канале, Марк. Кста, приглашай на дебаты из Фильм против внука Елькина. Да, хуенно. Спасибо за 1000 рублей. Байсангур Бенуевский, 100 рублей. Так, что это? Алиса Супронова, жизни, суета. Добавим-ка в очередь. Интересный подгон такой. Досматриваем. Еще выяснилось, что у нас есть вполне определенная система, политическая и экономическая, в которой вот главным выгодоприобретателем является вот, так сказать, номенклатура, то, что называется. Не, ну понятно. И эта номенклатура встала на рога против того, что против модернизации социализма. Когда вот молодые, вот захватившие власть, Брежнев, Косыгин, попытались провести экономическую реформу, им сказали нет. Это там было еще раньше, там когда Хрущев попытался разделить партию на городскую и сельскую и ввести, в общем, то, что смог ввести МАУ. Принцип постоянной сменяемости и принцип конкуренции. То есть чем заключалась вообще в чем, не знаю, один из ключей к успеху Китая коммунистического. МАУ, опять же, в 70-е годы очень сильно, серьезно, да и в 60-е в конце уже готовился к войне Советскому Союзу. На полном серьезе, то есть, ну, тут уже. И Советский Союз тоже готовился к войне не с США в первую очередь в 70-е годы, а к войне с Китаем. Посмотри, сколько дивизий формировалось в Забайкальском, Дальневосточном. Я смотрел... Не, социалистические страны не воюют. Там статистика. В Забайкальском округе, значит, первые годы Хрущева, по-моему, там было две или три дивизии. Маргинал, зачем ты бреешь щеки и не бреешь подбородок? У меня так растет борода просто. То есть, я в принципе уже... Когда у меня вот такая хуйня растет, да, в целом, то есть, вот усы, соулпэч и нэкбирд, это просто значит, что я перестал бриться. Вообще. То есть, у меня вот тут вот нет, в принципе, бороды. У меня отдельные волосы просто растут. На щеке. И веб-камера их не передает. Донат пришел. Хандушер, 100 рублей. Маргинал, погоди. Ты же сам говорил, что индоевропейцы отбелились как раз с помощью коренного населения Европы, которое еще форумные рассолохи называют кромонидами. Внешность по типу Шварценеггера, это, кстати, тоже их наследие. Нардиды более дрищеватые, равно как и округлые, коренастые, восточные европейцы и в дубреализации. Кто круче, Нестеров или Вата? Вата. А по поводу коренного населения Европы, понимаешь, к моменту прихода индоевропейцев, там уже то население, которое относительно них было коренным, оно как бы не первое тому же. То есть, ну, Европу-то заселяли пиздец сколько раз. Даже в Британские острова, даже в Британские острова, только если брать неандертальцев, они заселяли их дважды с огромным промежутком. То есть, ну, давайте все-таки понимать, что приход индоевропейцев, это вообще в общеисторическом масштабе, это, бля, вчера просто. Ну, типа, сегодня утром произошло. Азимандий, 100 рублей. Подписался на Сабскрайб Стар за 5 долларов в месяц. Могу ли я теперь писать в Сабчат слева? Если нет, то сколько надо заплатить за это? За Сабчат слева 5 долларов в Сабскрайб Старе, да, то есть, по идее, ты, когда ты должен зайти в Дискорд, и я не помню, как синхронизируется там, блядь, я забыл. Спроси у кого-нибудь, как это делается. Я уже забыл, в пизду, мне это надо заново, короче, смотреть все инструкции. Ну да, за 5 долларов ты, по идее, должен быть одним из оранжевых чуваков в этом чате. Идем дальше. А к концу 70-х их там было 30-ку. А наоборот, группа советских войск в Германии она уменьшилась. Брат, оружие стало больше. Вот, значит, готовились к войне, и Мау, конечно, понимал, что противостоять Советскому Союзу в открытом сражении Китаю, естественно, не способны. Ну, что такое? Советская военная мощь, да, по сравнению с Китаем. Ну, это что время. То время, конечно. Ну, 70-е годы, ну, что такое, 70-е годы Китай там находится на грани голода. Да, тяжелая промышленность, это просто слезы. Ну, однако, в 64-м у них уже появилась атомная бомба. Я не помню, в каком году у них уже водородная. Это, конечно, но в любом случае, опять же, средства доставки, да, это первое, во-вторых, количество этих бомб, да, третье у Советского Союза. Спрашивают, придет ли Звонов с другом-леваком. Не знаю, что там с другом-леваком, я так и не получил фоллоу-ап на эту тему, а Звонов где-то месяц ничем не будет заниматься, кроме, возможно, своих видео и, может быть, своих стримов. То есть, он ни в чем участвует, в принципе, не будет где-то месяц. У Советского Союза было самое мощное в мире ПВО, в конечном счете. Да, у Советского Союза были ракеты средней дальности, которые могли там, долететь, значит, до территории Китая. Не просто до территории Китая, а долететь. Когда аукцион? Ну, типа, аукцион просто взять и провести сейчас невозможно, потому что, ну, сами видите, какой формат. Вот, идем дальше. Лететь там буквально за считанные минуты, да, будучи незамеченными в общем локаторами вплоть до самого, ну, поскольку они летят невысоко, да, в отличие от межконентальных, которые летят там через космос, почему, собственно, отказались, вот почему сейчас так много разговоров об этих ракетах средней дальности, они летят с гигантской скоростью, но при этом они летят слишком низко, чтобы их слишком рано заметить, да, поскольку они... Ну, им близко лететь. И близко лететь, да, то есть, короче говоря, все эти, значит, ядерные потенциалы Китая, в общем мог быть уничтожен очень даже быстро, но в общем не суть важна. Да, и он, в общем пошел на то, что Китай, по сути, был разделен на целый ряд полуавтономных. Бля, ребят, вы видите, что, типа, я в окне дискорда нахожусь на экране? Ну, напрягитесь чуть-чуть. ...автономных территорий, то есть, провинции стали полуавтономными. И продвижение чиновника по партийной лестнице, оно зависело от того, насколько успешно он развивает свой регион, насколько успешно он готовит его к войне, грубо говоря, да? И... Рызть землю, запасать листья. Да, 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 да. И по большому счету каждый регион начал развиваться автономно, как такая одна маленькая отдельная экономика, одна маленькая отдельная страна. Ну, маленькая это там какой-нибудь городской округ 30 миллионов. Да, это как у меня один знакомый, да, у него знакомый живет в китайской деревне, в которой 3 миллиона человек. Ну, у нее как бы формальный статус деревни до сих пор остается. там с полями. Сейчас там город на 3 миллиона человек, но формально остается деревня, да. Вот он живет в деревне. Вот, значит, и в итоге вот, значит, такая острая конкуренция между этими чиновниками, да, за то, социалистическое соревнование за то, чей регион окажется лучше. Оно, в общем, до сих пор в Китае сохраняется, до сих пор, чтобы пройти на верхние уровни иерархии, нужно сначала проявить себя на региональном уровне, да, как-то поднять свой регион. Вот. Это все работает. Так вот, значит, в чем заключалось, так, сейчас я уже забыл, о чем я говорил. Значит, Хрущев, в общем, пытался провести примерно то же самое. Да, конкуренцию между вот этими чиновниками. Да, в частности, одним из проявлений было разделение партии на там сельский, на сельскую городскую. Ну, это мало того, что и сувнархозы появились. И сувнархозы, конечно же. Это, в общем-то говоря, тоже самое. Разорвало все экономические связи. Это разорвало. По принципу, значит, министерств, а теперь бац, это разорвало экономические связи, но с другой стороны, это стало мощным инструментом для конкуренции. Теперь появился какой-то объективный критерий, по которому можно было судить местных чиновников. Идем дальше. И вот, кстати, это конкуренция была, там все боролись за какие-то там эти, значит, сдачи, перездачи. Нет, но это бывало, да. И вот эта история из генералов, по-моему, фамилия была из Рязани. Да, 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 конечно, когда он, да, перерезал весь ход, такое было, конечно, эксцессы, это понятно, но тем не менее, все равно началась конкуренция между чиновниками, между партийными чиновниками, что, конечно, им очень сильно не понравилось, и они в итоге благополучно Брежнева скушает, Хрущева скушает. Вот, нет, эксцессы, понятное дело, были, понятное дело, что там, значит, приписки и все остальное, это было, в общем, всегда. Такие дела. Да, на протяжении всей советской власти. Он в соседних областях масло закупал и сдавал его в счет молока. Там было еще интереснее, когда, значит, колхоз, он сдавал скот, этот скот, он записывался, учитывался и оставался на передержку. Причем оставался на передержку он в самом колхозе. На следующий год колхоз сдавал тот же самый скот, тоже его учитывали. Сионист, 100 рублей. Толя, вот ты восхищаешься современной Чечней, но не постоянно. Но не смущает ли тебя, что Рамзан Ахматович уничтожает ее традиционную культуру? Самая крупная мечеть в Европе и прочие строения в арабском стиле, никабы и бурки, не было никогда такого в Чечне. Но Чечня все-таки регион мусульманский. Да, то есть странно было бы, если бы там строились не мечети, а что-то другое. То есть, конечно, я вообще, мне, конечно, было бы приятнее, если бы на Кавказе в основном были бы традиционные кавказские верования. В Северной Осетии 30% населения, если не 40, язычники, по сути дела, или вот в Абхазии. Но что поделать, что поделать. Так, идем дальше. В конце это все открыто же. Ну да, это уже просто такой вот полная бессмыслица, да, и в общем все было весело. Делаешь вид, что доната не замечаешь. Чувак, той предыдущий донат был про то, что христианство есть примером того, как консерватизм проебывается. Я на этот донат ответил. Перед этим была хуйня про химтрассы. А, во, все, да, точно. Андрей Добрый, 100 рублей. Лол, химтрассы, теория заговора. Смешно. Может, геноцид армян не было? Мусульмане являются консерваторами, то есть живут теми методами, которыми жили 500 лет назад. По твоей логике, им нужно продолжать так жить, или ты нарушаешь законы логики? Мусульмане живут по-разному, начнем с того, что в разных мусульманских странах живут по-разному. Во-вторых, некоторые из вещей, которые они в силу консерватизма, своей религии, не удаляют, да, то есть, например, бан на ростовщичество, но они полезные, да, функционируют у них банки как-то. Как-то вот что-то им заебись, по-моему, во многом. Это во-первых. Во-вторых, ну, если бы они жили буквально теми же методами, которыми жили 500 лет назад, ну, 500 лет назад, в принципе, у них все было довольно неплохо. Вот. Тем более, вот 600, если еще взять, там, в общем-то, было вообще заебись, особенно по сравнению с Европой, тогда же с ней. Так что, они, во-первых, не живут теми же методами, которыми жили 500 лет назад. Если бы жили, было бы охуенно. И те вещи, которые у них остались, они, в общем-то, если бы их не было, то реально нихуя, кроме пустыни, у них бы не было. Они реально кушали бы камни. Так. Андрей Добрый, 100 рублей. Я ни капли не обижаюсь на то, что ты делаешь вид, что доната не замечаешь. Там перед христианским один про ислам был, прочти, прочел. Повторяем, вчерашний цикл про постулаты. Постулаты это плохо, их не стоит рассматривать. Нет, чувак, просто постулат, это не аргумент. Из твоего постулата ты должен вывести какую-то теорему. То есть, ты выводишь из аксиомы теорему, иначе это не аргумент. Просто выдать аксиому, я просто могу сказать, что я с ней не согласен. И типа все. Потому что, ну типа аксиомы, они принимаются на просто так. То есть, ну типа, вот, абсолютный дух, абсолютно идеален. Спорь. Кстати, то, что сейчас нет хороших консервативных философов, не является аргументом ложности идей консерватизма. Да, оно в принципе не является аргументом. Это просто какой-то факт. Чувак, я понимаю, что вас не учат тому, что такое в принципе аргумент. Но факты это не аргументы, постулаты это не аргументы, стихи, блядь, это не аргументы, нахуй Бродского, там, и так далее. Аргумент это совокупность логически, это совокупность утверждений, в которых, в которых, часть утверждений является премиссами, и финальное утверждение является выводом, и вывод дедуктивно следует из премисс. И истинность вывода гарантирована истинностью премисс. И собственно все. Вот это аргумент. А все остальное это говно из-под залупы, и как бы никакого смысла не имеет в споре. То есть представляет из себя там пафос, или виляние с ракой, или размахивание бибой. Идем дальше. Тем не менее, вот эта конкуренция, которую пытался вести Хрущев, она так сильно не понравилась партийной элите, что в общем Хрущеву благополучно скушали. Мао Цзо Дун был, конечно, посильнее, ну в общем он всю партийную элиту, значит, сломал их ребят во время культурной революции, да, он там всех недовольных отправил в провинцию копать, копать канавы, да. На перевоспитание. Да, кого-то убил, кого-то отправил копать канавы, да, и он мог, значит, полностью уничтожив, конечно, там интеллектуальную элиту, что до сих пор... Маргинала просто бомбит, что русские ссали в рот Твичу, когда он его защищал с пеной у рта. Деточка, я защищал не Твич, я защищал право Твича на свободу слова. Это право у Твича до сих пор есть. Просто Твич этим правом пользуется так, что, блядь, я не могу там больше дальше оставаться. То есть Твич так пользуется своим правом, чтобы меня там не было. Ну вот, собственно, и все. Окей, хорошо. Я уважаю их право на свободу слова, и по всей видимости я оттуда уйду. Просто так взять и уйти оттуда, это терпильная немного тема. То есть просто, потому что тебе взяли и уйти. Когда тебе говорят уйти, надо, блядь, наоборот, танцевать лесгинку и начинать ссать человека на ебло. То есть как бы, ну, как, ну, ну, я человек южный, блядь. Я так вижу. Извините, вот у меня как бы изначально такой настрой. До сих пор сказывается на китайцев. Да, значит, китайцев с культурой, несмотря на культурную революцию, до сих пор серьезные проблемы. Вот сейчас ехал в метро, видел, видел яркий пример. Вот, но тем не менее, да, он мог, вот, переломив через колено на это самое партийное верхушку, он смог вести вот эту конкуренцию на региональном уровне. Хрущев не смог. Хрущев бы скушен. Да перезарядите, конечно. Хотите, сколько мы сказали прощальные слова? Ну, вот, режиссер предлагает нам прерваться, и он заменит кассету, и мы продолжим, да? Да. Тогда пока прощальные слова говорим, все положенные приседания, смотрите, там внизу у нас вот такие слова там, ну, чмоки-чмоки, до скорой встречи через несколько. Энтузиазм вот от Мина поражает воображение, блядь, просто в этот момент. Минут, да? Ну, это мы с вами, а там-то не знаю, что происходит. Ну, наверное, после лекции приехал просто. Так, следующее видео о...